Здравствуйте, уважаемые зрители бесплатной школы видеоблогера. Меня зовут Евгений, и в этом уроке мы разберем, что же лучше, конкретный опыт или теория. Часто при обсуждении данного вопроса люди делятся на несколько групп. Одни утверждают, что конкретный опыт намного лучше теории. Аргументируют они это тем, что только сделая что-то, вы в полной мере можете понять и запомнить процесс, или же придумать свою версию его выполнения. Или, как гласит китайская поговорка, услышал-забыл, увидел-запомнил, сделал-понял. Вторая группа, наоборот, утверждает, что теория намного важнее практики, или же, что без теории невозможна практика. Но правильнее всего, как я считаю, будет сказать, что теория без практики невозможна так же, как и практика без теории. Именно так считает третья группа людей. На самом деле все эти точки зрения по-своему верны. Все зависит от предмета изучения. Иногда невозможно что-то проверить на практике, поэтому остается только теория. А иногда теория нужна только для того, чтобы понять основы процесса, а далее следует только практика. Но чаще всего, и как мне кажется правильнее всего, теория должна использоваться наравне с практикой. Теорию можно использовать для того, чтобы узнать то, что уже было изучено до вас, а практику для того, чтобы это закрепить и придумать что-то свое. Это также применимо и для вашей деятельности на YouTube. Не бойтесь тратить время на просмотры видеоуроков или прочтения литературы по монтажу, видеосъемке или продвижению канала. И закрепляйте это на практике. Сегодня вы узнали о том, что же лучше, конкретный опыт или теория. Если данный урок был для вас полезен, то ставьте лайк под это видео и подписывайтесь на наш канал. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых уроков, и задавайте все интересующие вас вопросы в комментариях. До скорого! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!